Давай сегодня немножко пообщаемся про управление реальностью. У нас ожидается в понедельник практикум. И тема управления реальностью, она на самом деле очень часто используемая в интернете, в разных названиях тренингов и так далее. Есть целый трансерфинг реальности и куча людей, кто мечтает стать управленцем своей реальности. И когда я слышу вот эту фразу, и она же у нас идёт в названии, но не просто же так мы её поставили. То есть на самом деле словосочетание управления реальностью – это очень большая подмена. Это глобальная подмена, это глобальный обман. В чём подмена? Это увлечение человека в объективное восприятие. То есть априори, если вы хотите управлять какой-то реальностью, то эта реальность существует вне вас. Она не создана вами. То есть как только рождается управляющий, умирает создатель. То есть не вы создаёте. Вы всего лишь можете прийти на эту территорию и порулить. Ну, в принципе, как и принято, пришёл голый в этот мир, уйдёшь голый из этого мира. Но если человек говорит об управлении реальностью, значит, он изначально вынес из себя Бога и вынес ответственность за эту реальность из себя. Он уже не создатель, и он что-то пробует здесь экспериментировать, делать. И это уже о чём сразу? О слабости. И это о слабости. Это об отсутствии внутренней силы. А это значит, если вы там «Я намеренним своим пукну, 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 пукни я», это не об управлении реальности. Поэтому все психотехники, которые сегодня на эту тему есть на рынке в экстрасенсорике, в эзотерике, в психологии, это самообман. В чистом виде. Можете верить, можете не верить, но если мы говорим о том, что вы влияете на реальность, то это не влияние, это создание. Надо вернуться к восприятию субъективному, и тогда вы полностью ответственны за всё, что происходит в вашей реальности. И тогда вы создаёте, вы не управляете, вы создаёте в каждый момент. И тогда не будет отказа от самого себя. И тогда нет предательства самого себя, и тогда не возникает вот это обесценивание себя, травмирующее предательство, ложь себе, лень, и понеслась. Понеслась игра. Игра в управляющую реальность. Безответственно. Безответственно. Я создал реальность, и я управляю тем, что я создал, потому что у меня мозгов не хватает осознать, что это я создал. Представляете, какая ложь и подмена. Вот эту ложь и подмену, когда мы говорим, человеку воспринять крайне сложно. Потому что человек привык жить с выносом ответственности. Религия научила, что Бога в вас нет, он где-то на седьмом небе. Вы привыкли его полностью выносить. И когда что-то происходит, первый момент, кто мне может помочь? Это врач, это там ГАИ, это там учитель, это там ещё кто-то. Вася Пупкин, все кто угодно, но только не я. И все они обязаны, а только не я. А только не я. А я такая управляющая реальностью. А кто же я? Я же слабенький. Но при этом я управляющая реальностью. Вот божественный стёп. Вот этот божественный стёп, когда начинаешь видеть и осознавать, то понимаешь весь объём подмен. И тут же нам могут возразить, ну как же, вот например, есть там погода, есть там игра в государстве, есть там какие-то конфликты, есть там какие-то митинги. Это же не я, но если это не вы, то вас там нет. Но вокруг вас есть то, что есть вы. И вы то, что вы есть, вы проявляете в своём мире сами. Вы это создаёте. И вот этот момент, его прочувствовать на самом деле крайне сложно. Потому что когда вы бежите, бежите, бежите и пытаетесь соответствовать внешнему, успеть, что этот мне решит, этот мне поможет, этот мне сделает, это не про управление реальностью. Управление реальностью начинается с создания. А создание происходит в тишине. Когда я спокоен, я целостен, я в себе. И я осознаю, как работает моя психика, которая создаёт ключевые точки. И к этим точкам присоединятся миры других людей. Тех людей, которые будут делать то, что создаёт моя психика. Потому что они этого не осознают. И они являются в этот момент субъектами моей реальности. А я это осознаю. И тогда проявляется то, что я осознаю. Разницу в состоянии уловили? Вот именно состояниями мы и будем заниматься на практикуме. А смотрите, а что у человека тарабанит у управляющего реальностью? Ум. И тут же, ой, надо же остановить внутренний диалог. И что? Иванушка, дурачок получится? Это тоже самообман. Это тоже подмена. И в то же самое время, когда у вас что-то в голове тарабанит. Это что тарабанит? Ой, это субличности разговаривают. Это внутренний мир там наш. С внутренним миром идёт связь субличностей. Да нифига. С субличностями вы не разобрались. Это всё ваши шмотки из шкафа разговаривают. А вы найдите себя настоящего. И тогда мы будем говорить о том, что нужен ум. И он должен быть развит. И в нём должна быть и развита и логика, и анализ, и умение взять информацию. Ум должен быть целостен. Целостен. Эго целостно. И тогда целостны вы. А эго? Так это же эго, это же... Как это? Я эгоист, я же там надуюсь. Но когда ты надуешься, ты надуваешь что, пустоту? Тебя там нет, ты надуваешь её для кого-то. Ты кого-то пытаешься обмануть, какой ты важный, крутой властитель тот миров и управитель реальности. Это пустота. Пум. Лопнул, и от тебя ничего нету. Пук. А когда ты целостен, твоё эго в гармонии, и ты как личность, и как индивидуальность проявлен. Именно личность и индивидуальность. Именно то, что размывает коллективное. Именно то, на что претендует коллективное, когда вытесняет вас, и говорит управляй, управляй. Ты управленец, ты не создатель. Да, но при этом человек сам себя вытеснил. Вот это вот и создал себя в коллективном. именно там. И сам себя размазывает. Парадокс сам себя предал, сам от себя убежал, сам от себя отказался, сам ленится, сам врет. Все сам. А теперь еще скажу. И высшее я точно так же должно быть целостным. А целостное это о чем? О бесконечном ресурсе. А как почувствовать, когда у нас включается ум, когда включается эго, когда включается высшее я? Ведь не осознав этот момент и не прочувствовав его в себе, вы не можете создавать. Это глобальный подход. У нас есть предложение. В понедельник мы этим и займемся. Мы будем разбираться с собой, именно с чувствами. Потому что, когда мы говорим про чувства, тут же чувства это эмоция, это ощущение, это состояние. Нет, это не про чувства. Чувства это там, где разум. И при этом, как бы не парадоксально звучит разум, не ум, а разум. И при этом, когда чувства это тот механизм, который соединяет все вышеперечисленное с разумом. Но на чувства нет слов. В русском языке их просто нет. Зато есть. Это чувствуется как. Если бы я была в такой ситуации, и было бы вот это. А это чувствуется, как если бы. Но если мы говорим «Я чувствую любовь, я чувствую вину, я чувствую обиду», мы пошли уже в состояние, в ощущение, в эмоции. Связь с разумом разорвана. Господа, вот эти все вещи надо уметь в себе отслеживать для того, чтобы настраивать работу с собой. Для чего? Для того, чтобы чувствовать поток. А как вы думаете, откуда информационный поток идет? Он идет снаружи в вас? Или из вас наружу? Если ваш информационный поток идет снаружи в вас, или вы присоединяетесь к какому-то наружному потоку, то коллективное вас заполняет. И вас как личности, как индивидуальности нет. На кого похожи? Или на что похожи? Куда мы бросаем бумажки? На мусорное ведро или на сливной бачок. А на самом деле информационный поток идет из вас. Ваш внутренний мир в вашу проявленную реальность передает информацию. И тогда этот поток становится, вы не можете к нему подключиться или не подключиться. Вам не надо искать рейки, космоэнергетику или еще что-то для того, чтобы подключиться к потоку. Это чушь собачья. Чтобы вам кто-то дал еще это разрешение подключить вас к потоку. Он из вас валит, из вас изнутри валит в ваш внутренний мир и создает проявленную вашу реальность. Создает. Он просто закрыт сейчас вами же, да? А когда вы осознаете это, он валит из вас и создает. Вы сели задницей на свой родник, сидите и ждете. Жадные такие. Да, и ждете, что я подключусь к чужому роднику. Нифига. У каждого свой родник. И либо вы подвинетесь и начнете его чувствовать и пропустите его через себя и сможете его прочувствовать, не проэмоционировать, не ощутить, не войти в состояние. Хотя это тоже надо по парадоксу, да? А именно через чувство прожить и через это взять информацию. А здесь у вас, по-моему, пригодятся на этом пути и эго, и ум, и выше, и я. Представляете, как интересно. А где душа? Здесь же. Очень интересно, правда? Интересное путешествие в себя. Вот, приходите. Офигенное путешествие в себя. Причем, смотрите, когда даем этот материал мы, мы даем, вы видите, на какой глубине, мы очень легко все это раскладываем. И по состояниям, по всему мы играем виртуозно на этом музыкальном инструменте, который называется внутренний мир человека. Потому что мы это все прожили, прошли, проработали на себе. И сейчас выдаем это все в обучающем формате для того, чтобы люди, которым интересны они сами, подключились. Ключевое, надо быть интересным самому себе. То есть в инфодайинг не надо приходить за деньгами, не надо приходить за тренингом, что мы вот быстренько купили курс и побежим его, вставим в свою программу и побежим продавать. Мы это встречаем, мы видим. Вы видите, что мы ни разу никому не писали, хотя мы это четко видим. Потому что человек в данный момент что делает? Лжет самому себе, плюет свой собственный колодец. Потому что кроме него никого нет. И он сейчас в силу своей ограниченности этих моментов не осознает. В инфодайинг приходят люди, которым интересны они сами. Потому что интереснее в мире объекта исследования, изучения, нежели человек сам для себя нету. Самое интересное в жизни это сам человек для себя. Более интересного объекта нету. И развитие самого себя это очень увлекательный и интересный. Это собственная психика. Это такой космос неограниченный. Это такие возможности необъятные. Это не где-то там, это здесь. Это внутри. И это все раскрывается по мере, когда вы идете в себя. И тогда не будет фразы хорошо там, где нас нет. Будет фраза только хорошо там, где я есть. И там, где я, там и солнце, там, где я, там и счастье, там, где я, там и сверху. И это совсем не об эгоизме. Это совсем разные вещи. Это о любви. О любви к жизни. О любви к себе. О любви к близким. Потому что если у вас нет любви к жизни, вы не можете наполнить жизнью своих детей и своих мужей. Если у вас нет любви к себе, вы не можете наполнить любовью своих родных. Чем наполнять? Чем наполнять? Если вы пусты. Если эго пустой, если ума нет, если высшее я вынесено, что где-то Бог на солнышке, который его проявит. Нет ответственности за свою жизнь. Есть пустота, есть слабость. Как только в вас звучит слабость, это значит, вы в объективном восприятии, и это значит, вы не создаете. Это значит, вы пытаетесь управлять той реальностью, которая где-то существует объективно, к которой вы вообще не имеете никакого отношения. И подумайте, насколько важно насколько важно все-таки заинтересоваться самим собой и начать проделывать этот путь именно к себе, настоящему, искреннему, дабы познать себя. Вот эту часть себя, которой есть Бог, целостный, единый в каждом человеке. В каждом человеке есть целостный, единый Бог. Все, как описал Бом и Прибром, когда описывал голографическую вселенную. Так есть на самом деле. Если вам интересно это путешествие, мы предлагаем вам подключиться к нашему практикуму, который пройдет в понедельник с 20 часов на платформе Subrition subretion.com Просто выбираете, подключаетесь и в понедельник в 18 часов на стриме вопросы-ответы мы ответим на ваши вопросы на ютубе на канале Наталья Зайцева. Вы тоже можете туда подключиться. И для тех, кто планирует участие в курсе Ключ Потока, а это действительно работа со своим родником, это действительно работа с потоковыми состояниями информационными, глубинная работа, вот этот практикум он желателен, потому что он открывает как волшебный ключик, открывает замочек к себе. подключайтесь. Подключайтесь. Подключайтесь.